Сегодня на государственном уровне поставлен вопрос о повышении ответственности руководящих кадров всех чиновых рангов. За безответственность, за бесхозяйственность придется держать ответ. Это неоднократно подчеркивал на протяжении всего заседания Брестского облсполкома глава региона Константин Сумар, обращая внимание чиновников и ответственных работников на тот факт, что игры в пустословии в ничего не дело не закончились. Надо серьезно работать, поэтому и от докладчиков по всем вопросам требовал не констатации очевидных фактов о вычленении недостатков, а главное – пути их решения. Александр Жук, заместитель начальника управления образования, логично выстроил свой доклад. Из него следует, что в целом система образования Брещена не имеет каких-либо серьезных недостатков, не испытывает трудностей в финансировании. Только в этом году на улучшение материально-техническая база учреждений образования выделено из бюджета 270 миллиардов. Повышена заработная плата учителей, пусть не на много, но подвижки есть. Заполняются вакантные места, значит, опять же, пусть по чуть-чуть, но повышается престиж профессии. Наблюдается тенденция улучшения учебной подготовки школьников и, как показатель этого, поступление в вузы страны и зарубежья. По результатам центрально-технического тестирования в этом году в 100 лучших учреждений страны нашей вошло 17 учреждений из Брестской области. Причем два учреждения, это второе место после Минска, причем два учреждения, гимназия номер один и лицей номер один города Бреста в десятке лучших. Брещене есть чем гордиться, а главное гордость, что улучшается в нашем крае демографическая ситуация. В этом году более чем на тысячи учеников больше сядут за парты. На 500 по сравнению с прошлым годом первоклашек, армия громкоголосых, шумно-голдящих 16 648. Для них новые классы, компьютерная техника, учебники, для них благоустроенная территория. Но вот не везде и не все руководители понимают, что с территории начинается восприятие ребенком школы. Его желание идти туда, доказательства непонимания, неухоженные пришкольные дворы, незаасфальтированные дорожки, опасные для здоровья и жизни спортивные корты, претензии к руководителям. Вы перестали требовать от директоров школ, плачутся за какие-то проблемы, недостаток финансовых средств хватает. Мы 28% от всего бюджета отдаем на школы. И тут то, что я вам показываю, не надо денег больших. Это никуда не годится. Никуда не годится и не выполнение тех поручений, которые давал глава региона по взаимодействию вузов и школ по профориентации, по подготовке к поступлению в университеты и в средние специальные заведения. Это всем нужно взять на заметку, как и многие другие вопросы. Поверьте, спуску никому не будет. Никому. Потому что вы засиделись. Поэтому имейте в виду, это будет на контроле другом совсем. И лучше не доводите это до крайности. Сегодня, уважаемые товарищи, я обращаю ваше внимание, что каждый руководитель должен ответственно подходить к исполнению своих обязанностей и системно смотреть и анализировать состояние на данный момент и перспективу развития. Если руководитель будет освобожден от должности по дискредитирующим основаниям, то, соответственно, в последующих пять лет он будет лишен возможности занимать какие-то руководящие должности любого уровня, в том числе и коммерческих организациях. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.